Летом Игорь Дадон пообещал молдавским фермерам подарок от Владимира Путина – 50 тысяч тонн солярки. И пока в СМИ социалистов разворачивалась шумиха по этому поводу, подарок Кремля уменьшился до денежной помощи, которой хватит лишь на 4700 тонн. О российской помощи в виде дизельного топлива Игорь Дадон заговорил в июне, а в августе уже обещал конкретные объёмы. 23 сентября Игорь Дадон утверждает, что Молдова просила у России денег, а не солярку. Пять дней спустя, в ходе видеоконференции с Игорем Дадоном, Владимир Путин сообщил, что Россия выделит 500 миллионов рублей гуманитарной помощи на поставку топлива сельскохозяйственным предприятиям. И этот первый транш – только половина обещанной суммы. По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи. Это в общем объёме до полумиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо, как вы и просили. Первый транш у нас подготовлен на половину этой суммы. Мы ждём от вас, Игорь Николаевич, списка предприятий, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке. Таким образом, реальная помощь составит лишь 250 миллионов рублей. О втором транше пока ничего не сообщалось. Но Игорь Датон спешит сообщить аграриям другую новость – о скидках на заправках «Лукоил». Мы дадим список тех, которые получили эти российские деньги. И «Лукоил» будет готов по этим предприятиям в объёмах этой помощи дать скидку 10-12% на дизельное топливо, которое они купят, с сегодняшнего дня по 1 мая следующего года. Оперируя этими данными, можем подсчитать, что осталось в итоге от изначального обещания Игоря Дадона, когда он говорил о 50 тысячах тонн дизельного топлива. 250 миллионов рублей – это 53 миллиона 775 тысяч леев. На сайте «Лукоил Молдова» 6 октября цена самого дешёвого дизельного топлива Евро-5 – 12 леев, 95 банов за литр. Учтём максимально возможную скидку – 12% и получим 11,39 за литр. По такой цене за счёт российской помощи можно купить примерно 4700 тонн солярки, то есть в 10 раз меньше, чем раньше обещал Игорь Дадон. Этого слишком мало, чтобы спасти фермеров, но достаточно, чтобы заправить пропагандистскую машину по СРМ накануне выборов. КОНЕЦ